Макавеев Хотелось бы начать разговор о первой книге Макавеев. Эта книга была одобрена 85-м апостольским правилом, как чтимые, святые церковные книги. И Блажен Августин писал, что тех частей Писания, которые именуются книгами Макавеев, у иудеев, в отличие от закона, пророков и псалмов нет, но принятые церковью, они приносят большую пользу, если читать их или слушать их с умом. Что, я надеюсь, мы и будем делать и получим как раз эту самую пользу. История, описанная в этих книгах, это уже, собственно говоря, самые последние значимые события религиозной жизни ветхозаветного народа. Уже финальная стадия подготовки его к пришествию Мессии, Господа Иисуса Христа. Да, и вот, собственно говоря, в этих книгах мы видим, как ковался дух лучшей части еврейского народа, той части, которая и позволила появиться Престой Богородицы и апостолам, и другим первым христианам. Перейдем к событиям, которые описываются в этих книгах, первой книге Маковейской. После того, как Александр, сын Филиппа, македонянин, который вышел из земли Китим, поразил Дария, царя Персидского и Медийского, и воцарился вместо него прежде над Эладою, он произвел много войн и овладел многими укрепленными местами, и убивал царей земли, и прошел до предела земли и взял добычу от множества народов, и умолкнул земля пред ним. И он возвысился, и вознеслось сердце его. Он собрал весьма сильное войско и господствовал над областями и народами и властителями, и они сделались его данниками. После того он слег в постель и, почувствовав, что умирает, призвал знатных и слуг своих, которые были воспитаны с ним от юности, и разделил им свое царство еще при жизни своей. Александр царствовал 12 лет и умер. Речь идет про Александра Македонского, известного правителя и завоевателя древнего мира. И вот далее говорится, что после его смерти владычествовали слуги его, каждый в своем месте. И по смерти его все они возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение многих лет, и умножили зло на земле. Возложились на себя венцы, значит, провозгласили себя царями. Царские венцы, имеется в виду, или короны. И вышел от них корень греха, Антиох Епифан, сын царя Антиоха, который был заложником в Риме и воцарился в 137 году царства Эллинского. В те дни вышли из Израиля сыны беззаконные и убеждали многих, говоря, пойдем и заключим союз с народами, окружающими нас. Ибо с тех пор, как мы отделились от них, постигли нас многие бедствия. И добрым показалось это слово в глазах их. И некоторые из народа изъявили желание и отправились к царю, и он дал им право исполнять установления языческие. Они построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому и установили у себя необрезание, и отступили от Святого Завета и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло. Мы видим здесь важный момент такой, что проникновение зла начинается с безобидных и даже, казалось бы, хороших идей. Почему бы нам не жить в мире с соседними народами? Почему бы не налаживать сотрудничество, добрососедство? Даже не просто жить в мире, но именно заключить союз с этими языческими народами. Потому что пока мы одни были, у нас были проблемы. Вот заключим союз, и будет все хорошо. И, собственно говоря, заключив союз с язычниками, они погнулись под язычников и пустили все вот эти языческие мерности в свой народ. Эта же мысль выражается у апостола, что дружба с миром есть вражда против Бога. Хорошо жить в мире с людьми, конечно, но если речь идет о союзнических отношениях, то, конечно, возникает вопрос о условиях этого союза. И христианин, который пытается вступить в союзнические отношения с этим миром, он всегда проигрывает. Потому что мир больше его. Точно так же, как вот это царство, с которыми они хотели заключить союз, они были больше. А кто больше, кто-то диктует условия. И эти сыны беззаконные, хотя им здесь дается очень критическая оценка и описание, они же что еще делают? Они занимаются развитием образования, то есть они устроили училища в Иерусалиме. Благодаря чему они оказались успешны, эти люди, в части народа. То, что они ратовали за союз, за развитие отношений с соседними народами, за улучшение образования. Но все это вело к отступничеству от Бога, все это вело к тому, чтобы языческие порядки и установления продвигались в народе Божьем. Указывается, что они отступили от Святого Завета. За все это они продались, чтобы делать зло. Когда Антиох увидел, что царство укрепилось, предпринял воцариться над Египтом, чтобы царствовать над двумя царствами. И вошел он в Египет с сильным ополчением, с колесницами, слонами, всадниками и множеством кораблей. И вступил в сражение с Птолемеем, царем египетским, и убоялся Птолемей от лица его, и обратился в бегство, и много пало раненых. И обладели они укрепленными городами в земле египетской, и взял он добычу из земли египетской. После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля, и вступил в Иерусалим с сильным ополчением. Вошел во святилище, то есть в Иерусалимский храм, с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу, предложение, и возлеяльники, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотое украшение, бывшее снаружи храма, и все обобрал. Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, взял скрытые сокровища, какие отыскал, и взяв все, отправился в землю свою и совершил убийство, и говорил с великою надменностью. Мы видим, что здесь грех святотатства, то есть воровства в храме, ограбления храма Божия, он ставится в ряду с грехом убийства, и даже впереди него. Настолько это тяжкий грех. Посему был великий плач в Израиле, во всех местах его. Стенали начальники и старейшины, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская. Всякий жених предавался плачу, и сидящая в брачном чертоге была в скорби. Вострепетала земля, заобитающих на ней, и весь дом Якова облегся стыдом. Ну, неудивительно, что это вызвало такое ошеломляющее воздействие на народ, потому что у народа был только один храм, поэтому осквернение и ограбление одного храма, это все равно, что мы представим, что у нас бы все храмы разом бы подвергли такому же осквернению, безусловно, это бы и на нас произвело бы очень гнетущее впечатление. Кроме того, конечно, это был тяжелый знак для них, потому что мы помним предысторию, то, что они были уведены в плен, когда Новоходоносор разрушил храм, они 70 лет были в плену, несли наказание за грехи своих отцов, потом были возвращены, потом с большими трудами восстановили храм, и вот снова происходит с храмом. И, конечно, это помимо самого события, конечно, это повод был испугаться и задуматься о том, почему Господь упустил такое совершиться. Далее считаем. По прошествии двух лет послал царь начальника Податей в город Иуды, и он пришел в Иерусалим с большою толпою. Коварно говорил им слова мира, и они поверили ему, но он внезапно напал на город и поразил его великим поражением, и погубил множество народа израильского. Взял добычу из города и сжег его огнем, и разрушил дома его и стены его кругом, и увел в плен жен и детей, и овладели скотом. Оградил город Давидов большую крепкую стену и крепкими башнями, и сделался он для них крепостью. И поместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и они укрепились в ней, запаслись оружием и продовольствием, и, собрав подобычу иерусалимские, сложили там и сделали с большой сетью. И было это постоянную засаду для святилища и злым дьяволом для Израиля. В каком смысле засаду по закону Божьего, иудеи должны были ежегодно приходить в храм для совершения религиозных обрядов. И как раз вот эти злые люди, они и нападали на них, и грабили их, и так далее. В этом смысле большой сетью и постоянную засаду это стало. Они проливали невинную кровь вокруг святилища, и оскверняли святилища. Жители же Иерусалима разбежались ради них, и он сделался жилищем чужих, и стал чужим для своего рода, и дети его оставили его. Святилище его запустело, как пустыня праздника его обратились в плащ, суббота его в поношение, честь его в уничижение. По мере славы его увеличилось без чести его, и высота его обратилась в печаль. Но это значит, по мере славы его увеличилось без чести, это значит, насколько большая была слава, настолько же большое было и без чести. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом, и чтобы каждый оставил свой закон. И согласились все народы по слову царя. Блаженный Феофилакт говорит о том, что царь Антиох был прообразом Антихриста. И далее мы увидим, почему. Потому что то, что Антиох делал, это напрямую напоминает то, что мы читаем в книге «Апокалипс». В целом Антихрист реализует тот замысел дьявола, который он имел в виду от начала человечества. Замысел этот сводится к тому, чтобы истребить истинное богопочитание во всем человечестве. И для того, чтобы эти планы дьяволу было не так легко исполнить, Господь вел разделение среди народов. Для эффективного исполнения этого плана сначала дьяволу нужно объединить все человечество под правлением одного царя. Потому что пока этого нет, невозможно обеспечить всеобщее исполнение этого плана. Потому что один царь захочет сделать, а другой, допустим, не захочет. И, собственно говоря, разделение человеческое, в том числе и на народы, и на языки, это объективная вещь, которая препятствует этим планам. И потому-то Господь и разделил людей на разные народы, сорвав первый такой глобалистский план Вавилонской башни, чтобы было такое объективное препятствие, чисто внешнее механическое препятствие для реализации этих глобалистских планов. Но по мере развития человечества и цивилизации дьявол все больше и больше работает над тем, чтобы это стало возможным. И здесь мы видим, что как раз царь Антиох, он осуществляет эту попытку, одну из первых попыток глобалистского сценария. Он сказал, чтобы все народы были одним народом, чтобы каждый оставил свой закон и следовали тому закону, который он предпишет. Ну а этот закон, разумеется, не был законом Божиим и не был каким-то нейтральным законом. Этот закон предполагал идолослужение, идолопоконство. И далее говорится, что многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали его законениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения и возлияния в святилище, чтобы ругались над субботами и праздниками, и оскверняли святилища и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, приносили в жертву свиные мяса и скотов нечистых, и оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. А если кто не сделает послова царя, да будет предан смерти. Мы видим, что устанавливаются достаточно жестокие законы, которые предполагают гонение на всех инакомыслящих, на всех, кто не согласится. И эти законы предписывали уничтожение истинного богопочитания и замещение его идолопоклонством. И с тех пор дьявол многократно пытался и пытается и будет пытаться реализовать этот сценарий, скажем так, обкатывать его то в одном народе, то позднее уже в Римской империи, в частности, при Диоклетиане. Еще позже в рамках самых разных гонений, которые потерповали христиане, в том числе и со стороны иноверцев. Ну и уже в 20 веке тоже, как мы знаем, в рамках вот этого коммунистического проекта, когда целые страны оказывались в режиме вот этих гонений. И на самом деле коммунизм, вот этот интернационал, это тоже глобалистский проект. Мировая революция, о которой там они бредили, это все репетиции прихода Антихриста. И эти репетиции, так или иначе, они срываются, и последнее уже будет, собственно говоря, когда сам Антихрист придет. И вот Блаженный Феофилаг говорит, что Антиох – это прообраз Антихриста. Как он вступил в войну с Богом, во храме поставив жертвенник демонский и посвященный Богу, принуждая приносить жертву демонам, так и Антихрист повелит богочестивым отрекаться от Владыки Христа, а неповинующихся предаст всякого рода казням. И далее читаем. Согласно этому, писал он всему царству своему и поставил надзирателей над всем народом, и повелел городам иудейским приносить жертву во всяком городе. И собрались к ним многие из народа, все, которые оставили закон, и совершили зло в земле, и заставили Израиля укрываться во всяком убежище его. В 15-й день Хослева 145 года устроили на жертвенники мерзость запустения, и в городах иудейских вокруг построили жертвенники, и пред дверями домов и на улицах совершали курение, и книги закона, какие находили, разрывали и сжигали огнем. У кого находили книгу завета, и кто держался закона, того по повелению царя предавали смерти. С таким насилием поступали они с израильтянами, приходившими каждый месяц в города. И в 25-й день месяца, принося жертву на жертвенники, который был над алтарем, они по данному повелению убивали жен, обрезавших детей своих, младенцев вешали за шеи их, дома их расхищали, совершавших над ними обрезание, убивали. Но многие в Израиле остались твердыми и укрепились, чтобы не есть нечистого, и предпочли умереть, чтобы не оскверниться пищей, и не поругать святого завета, и умирали. И был весьма великий гнев над Израилем. То есть мы видим, как Господь испытывает народ и благочестие в народе. Те, кто вернулись из плена Вавилонского, те, кто, как мы помним, в присутствии Ездры приносили обеты верности Богу, соблюдать Его завет. Их верность и их обещания начинают испытываться. То, что описывалось в книге Иудеев, как мы понимаем, по сравнению с этим, это просто проверка. Там, собственно говоря, было испытание страхом, а до поражения не дошло дело. То есть до каких-то гонений не дошло дело. Пришел этот Аллаферн, и, собственно говоря, потеряв голову, уже на этом потеряла возможность проведения каких-либо действий. Хотя задуманное было то же самое. Но, хотя Аллаферну Господь не попускает реализовать вот эти замыслы, а Антиоху попускает, потому что это уже больше, следующий уровень испытания. Евреи, если раньше они должны были просто соблюдать заповеди, то теперь им предстоит пострадать за соблюдение заповедей. И надо сказать, что в духовном плане и в жизни христианина тоже эти стадии проходят. И нам тоже Господь попускает испытания. Не обязательно гонения, не все живут в эпоху гонений, не всем доводится пострадать за Христа, но так или иначе, в той или иной степени, встать перед выбором, когда мы либо нарушим заповедь, и у нас все будет хорошо, либо мы исполним заповедь Божию, и у нас возникнут какие-то проблемы, плохие последствия. И таким выбором христианин в любой рано или поздно встает. Переходим к второй главе. В те дни восстал Матафия, сын Иоанна, сына Симеонова, священник из сынов Иоарива, из Иерусалима. Жил он в Мадине. У него было пять сыновей. Иоанн, прозываемый Гаддис, Симон, называемый Фассин, Иуда, называемый Маковей, Елизар, прозываемый Аваран, Иоаннафан, прозываемый Абфу, Собственно говоря, по Иуде и всех их, всех этих пять сыновей Матафии стали называть Маковеями. Ну и собственно говоря, книга Маковеев, это вот она про них. Видя богохульство, происходившее в Иудее и Иерусалиме, он, то есть Матафия, сказал, горе мне, для чего родился я видеть разорение народа моего и разорение святого города и оставаться здесь, когда он предан в руки врагов и святилища в руки чужих. Храм его сделался, как муж бесславный, драгоценные сосуды его унесены в плен, младенцы его избиты на улицах, юноши его пали от меча врага, какой народ не занимал царство его и не владевал добычами его. Все украшения его отнято, из освободного он сделался рабом. И вот святыни наши и благолепия наши и слава наша опустили, и язычники осквернили их. Для чего нам еще жить? И разодрал Матафия и сыновья его одежды свои, и облеклись во вретище, и горько плакали. Вот это, конечно, очень важная фраза. Мы говорили, для чего нам еще жить, если мы не можем жить по Божьей, если мы не можем исполнять наших религиозных дел. В это же самое время, в этом народе, были те, которые могли ответить, как и сейчас многие ответят, ну как бы для чего? Расти детей, работать, приобретать имущество, оставить его для будущих поколений и так далее и тому подобное. И вот, собственно говоря, народ как тогда, так и сейчас, люди делились на тех, которые понимали, что вот для этого жить, ну, строго говоря, не имеет смысла, потому что все эти вещи, как там семья, работа, это может быть лишь средством для достижения более значимой цели, но не целью саму по себе. Тем более не тогда, когда для осуществления этого нужно отказаться от своей веры. И пришли от царя в город Мадин, принуждавшие к отступничеству, чтобы приносить жертвы. И многие из Израиля пристали к ним, а Матафия и сыновья его устояли. И отвечали пришедшие от царя и сказали Матафии, ты вождь, ты славен и велик в этом городе, и имеешь опору в сыновьях и братьях. И так приступи теперь первый и исполни повеление царя, как сделали это все народы, и мужи иудейские, и оставшиеся в Иерусалиме. И будешь ты и дом твой в числе друзей царских, и ты и сыновья твои будете почтены и серебром, и золотом, и многими дарами. И отвечал Матафия и сказал громким голосом, если все народы в области царства царя послушают его и отступят каждое от богослужения отцов своих и согласятся на повеление его, то я и сыновья мои, и братья мои будем поступать по завету отцов наших. Это, конечно, подвиг, это образец подлинно верующего человека, который говорит, что даже если весь мир будет делать неугодное Богу, я не подчинюсь, я не последую за этим. Священномученик Киприан Карфагенский писал во время гонения, которое тогда переживали христиане в Римской империи в III веке, вспоминая вот это гонение, которое претерпели иудеи во время Маковеев. «Да не смущает вас, да не смущает вас, возлюбленнейшие братья, если замечаете, что в эти последние времена у некоторых или колеблется сомнительная вера или нетверд страх Божий по неблагочестию их или нет миротворного согласия. Предсказано, что все это будет в конце века. Господь и апостолы предвозвестили, что при кончине мира и за приближением Антихриста все доброе будет умаляться, а все злое и неприязненное возрастать. Впрочем, и в эти последние времена в Церкви Божией сила евангельская еще не упала и крепость христианской доблести веры не ослабла до того, чтобы уже вовсе не было священников, которые, не подчиняясь этим разрушительным обстоятельствам и не теряя веры, отстаивали бы честь божественного величия и достоинство священническое. Мы помним и твердо знаем, что когда подчинялись и уступали другие, Матафия мужественно отстаивал закон Божий. Он приводит его как пример для христиан, пример мужества в гонениях. Пусть обратят внимание на это все изменники, предатели, которые ныне начали в Церкви вставать на Церковь и ослаблять веру и истину. У весьма многих пребывает чистый ум, непорочная вера и душа, преданная одному своему Господу и Богу. Верлоство других не ниспровергает христианской веры, но еще более возбуждает и воспламеняет к славе. Тоже я надеюсь вы заметили, что вот в то время христиане были убеждены, что это последние времена, а это третий век, то есть это 1800 лет назад. Поэтому и когда и сейчас говорят, что вот сейчас последние времена, и Тихость уже родился, как бы просто держите это в уме. Разумеется, небезосновательно христиане думали во время гонения об этом, потому что, конечно, каждое гонение, особенно большие гонения, как я уже сказал, это репетиция антихристово пришествия. Но все-таки, как Господь нам сказал, не ваше дело знать времена и сроки, поэтому точно время пришествия его второго и предшествующего этому пришествию воцарения антихриста, этого никто не знает. И вот далее возвращаемся к речи, которую произнес священник Матафия. Помилуй нас, Бог, чтобы оставить закон и постановление. Не послушаем мы слов царя, чтобы отступить нам от нашего богослужения вправо или влево. Когда перестал он говорить эти слова, подошел муж иудеянин перед глазами всех, чтобы принести по поверению царя идольскую жертву на жертвенники, который был в Мадине. Увидев это, Матафия возревновал и затрепетала внутренность его и воспламенилась ярость его по закону и он, подбежав, убил его при жертвеннике и в то же время убил мужа царского, принуждавшего приносить жертву и разрушил жертвенник. Мы видим, что обстоятельства вот эти напоминают почти один в один те гонения, которым подвергались христиане в Римской империи. Но в Ветхом Завете верующие могли сопротивляться этому силою, то, чего уже не позволяли себе в Новом Завете христиане. И мы видим, что Матафия убивает и того, кто пытается принести жертву, и того, кто призывает и понуждает других приносить жертвы. И это было в соответствии с Ветхозаветными правилами. Как тоже священномученик Киприан Карпаденский пишет, Бог так негодует на идолопоклонство, что повелел умершлять даже тех, которые советовали приносить жертвы и служить идолам. Во второзаконии говорится, что если попросит тебя брат твой или сын твой или дочь твоя или жена твоя на ложе твоем или друг твой, говоря тайно, пойдем и послужим богам иным от богов других народов, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его опыт твое, не скрывай его, но возвещай, возвести о нем, и рука твоя да будет на нем в первых, чтобы убить его, и руки всех людей после, и побьют его камнями, и умрет, ибо он пытался отвратить тебя от Господа Бога твоего. И опять Господь ясно говорит, что не должен щадить и города, если бы он весь согласился на идолопоклонство, о чем тоже говорится во второзаконии. Помня эту строгую заповедь, Матафия умертвил мужа, преступившего для того, чтобы принести жертву в капище. «Если если же эти заповеди относительно почитания Бога и презрения идолов были сохраняемы до пришествия Христова, то тем более все относящееся к Богопочитанию должно быть соблюдаемо после явления Христова, который учил нас не одними только словами, но и делами. После всех озлоблений и хулений он пострадал, был распят, чтобы примером своим научить нас страдать и умирать, то есть не поклоняться идолам даже при угрозе смерти». И здесь он говорит как раз для христиан своего времени, что христиане не шли по пути восстания или убийства тех, кто призывал совершать жертвоприношение, но они, подражая Христу, как он не противился, будучи веден на распятие, также они не противились и при этом они добились большего, чем добились маковеи. Хотя и маковеи поступали очень мужественно, но это подвиг в рамках Ветхого Завета. Это вещь, которая понятна на самом деле, это человеческое. Человеческое в каком смысле? В том смысле, что во многих народах, которые пытались завоевать поработителей и навязать свои порядки, возникали местные вожди какие-либо, которые сопротивлялись с оружием в руках, сопротивлялись успешно или неуспешно, это уже другой вопрос, но в принципе такие примеры можно найти. А когда христиане, не сопротивляясь силою, шли на смерть, лишь бы не согласиться с тем, что от них требовали язычники, тем самым они морально превосходили их и победили их, и в конце концов одолели всю языческую римскую империю без того, чтобы брать в руки оружие. Это большая победа, чем победа, которую одержали Маковеи. Но то, что единое и для Маковеев, и для христианских мучеников, и для всех христиан, это не принятие никакого компромисса со злом. И далее говорится, что и возревновал он по законе, как это сделал Финиес с Замрием, сыном Солома. Финиес это то, что описывается еще в времена древние, когда один еврей стал совершать блуд с иноплеменницей, и за его грех Бог начал наказывать весь народ. И вот Финиес увидев их, он пронзил копьем обоих и тем самым прекратил распространение зла в народе. Это, конечно, все очень нетолерантно звучит для современного мира, это фанатизм и все такое прочее, но Господь это использовал как то, что воспитывает людей уберегать себя от зла, не относиться как раз-таки толерантно действительно ко греху. И вот как раз то, что сделал Матафия, сравнивается с тем, что сделал Вниес, которого за это Бог похвалил. И воскликнул Матафия в городе громким голосом, «Всякий, кто ревнует по законе и стоит в завете, да идет вслед за мною, и убежал сам и сыновья его в горы, оставив все, что имели в городе. Тогда многие преданные правде и закону ушли в пустыню и оставались там, сами и сыновья их, и жены их, и скоты их, потому что умножились беды над ними». Почему они убежали? Потому что они понимали, что за убийство царского посланника, конечно, пошлют войска для того, чтобы наказать их, и они не имели тогда возможности противостоять им, поэтому они покинули место, где жили. Как святой Антистоус говорит, что когда Антиох, прозванный Епифаном, напал на иудеев, разрушил все и многих из них принудил отступить от отеческих обычаев, эти маковеи остались непреклонными среди таких искушений. И когда началась жестокая война, они, не будучи в состоянии ничего сделать, скрылись. Так поступали и апостолы. Они не всегда открыто шли на опасности, но иногда и уклонялись, убегали и скрывались. Далее говорится, и возвещено было мужам царским и войску, находившемуся в Иерусалиме, городе Давидовом, что некоторые мужи, нарушив царское повеление, ушли в сокровенные места в пустыне. И погнали за ними многие, и, настигнув их, ополчились и выстроились к сражению против них в день субботний. И сказали им, теперь еще можно, выходите и сделайте по слову царя и останетесь живы. Язычники, как объясняют святители Филарет, догадались, что удобно будет напасть на них в субботу, в которую они по закону должны хранить покой. Поэтому они дождались этого момента, когда именно в субботу напасть могли на них. При этом они предлагают, что вот сейчас вы еще можете согласиться, принести жертву и тогда останетесь живы. Но они отвечали, не выйдем и не сделаем по слову царя, не оскверним дня субботнего. Тогда поспешили начать сражение против них, но они не отвечали им, ни даже камни не бросили на них, ни заградили тайных убежищ своих и сказали, мы все умрем в невинности нашей, небо и земля свидетели за нас, что вы несправедливо губите нас. Нападали на них по субботам и умерло их и женах и детей со скотом до тысячи душ. Как отмечает святой Викторин Питавский, враги использовали против евреев саму строгость закона Божьего, чтобы вынудить их отступить от него. То есть, раз вы не хотите нарушать субботу, ну тогда мы нападем на вас в субботу и посмотрим, что вы будете делать. Так или иначе отступитесь от закона для того, чтобы сохранить свои жизни и своих родных. И, конечно, это великий пример верности Богу, когда люди не решались не защищать себя, не даже защищать своих жен и детей от убийства, лишь бы не нарушить заповедь о субботе. И святитель Филарет Московский говорит об этом как о высоком подвиге и добродетели. Он говорит, что пусть иные осуждают мнительность некоторых исполнителей этого предписания о субботе, но не больше ли достойно уважения их благоговения к закону и их самопожертвования закону. Вы можете хвалиться, если угодно, высшим, чем у древних, как и должно быть в христианстве пониманием закона, но позаботьтесь и о доказательствах всей похвалы. А верными доказательствами того, что вы имеете высшее понимание духовного закона, суть больше высшие подвиги и добродетели, чем те, которые они показали. При этом, конечно, вот этот момент связанный с субботой, если вы помните, Господь сказал, что не работая в день субботний. Возникает вопрос о самообороне, разве это работа? Вот эти евреи, на которых нападали, они не знали точно, и они решили, что лучше мы рискнем своими жизнями, лучше мы пожертвуем собой, чем мы, может быть, даже недобровольно, но тем не менее нарушим, может быть, заповедь. Когда узнал о том Матафия и друзья его, горько плакали о них и говорили друг другу, если все мы будем поступать так, как поступали эти братья наши и не будем сражаться с язычниками за жизнь нашу и постановление наше, то они скоро истребят нас с земли. И решили они в тот день и сказали, кто бы не пошел на войну против нас в день субботний, будем сражаться против него, дабы нам не умереть всем, как умерли братья наши в тайных убежищах. И Святой Филарет говорит, что этот случай выразумил Маковеев, что таким образом язычники совсем истребили благочестие, и потому принято за правило и в субботу сражаться с нападающими врагами. И строго говоря, это не нарушение, потому что, как я сказал, запрещено работать, но самозащита, ведение войны, это не совсем работа. По крайней мере, для них это не был вопрос работы. Тогда собрались к ним множество иудеев, крепкие силы из Израиля, все верные закону, и все бежавшие от бедствия присоединились к ним и сделались подкреплением для них. Так составили они войско и поражали в гневе своем нечестивых и в ярости своей мужей беззаконных. Остальные же бежали для спасения к язычникам. Святой Анзелтовос говорит, что когда они несколько ободрились, то как мужественные львы, вставшие из пещер и вышедшие из убежищ, решились спасти не только самих себя, но и других, сколько могли. Обходя отечественные города и всю страну, они собирали всех, кого находили еще в здравом состоянии, но многих из пострадавших и развращенных обращали, убеждая возвратиться к отеческому закону. Бог человеку любил, говорили они, и никогда не лишает спасения за покаяние. Возвещая это, они собрали войско из храбрых мужей. Они сражались не за жен, детей и слуг, или за разрушение, или порабощение отечества, но за закон и отеческие обычаи, потому предводительствовал ими Бог. Очень важно, Бог предводительствует теми войнами, которые сражаются не за даже отечество, не за близких, не за друзей, не за семью, но кто сражается за закон Божий и то, что называется Святой Анзотов с отеческими обычаями, это тоже имеет религиозное измерение, потому что речь идет не просто про такие бытовые обычаи, а именно обычаи, связанные с богопочитанием. Таким образом, вступив в борьбу и жертвуя собственной жизнью, они прогоняли врагов, надеясь не на оружие, но вместо всякого оружия находя достаточную силу в самом побуждении к борьбе. И в общем далее описывается, что они сделали, и конечно это тоже большой удар по идеям непротивления вот этого толстовства, о том, что в христианстве не может быть там и не должно быть никаких воинов участвовать в войне якобы никак невозможно. Вот здесь мы видим эту часть священного писания и здесь воинская доблесть, военные действия Матафи и его сыновей, они ставятся как подвиг, подвиг веры. И поэтому, конечно, те, кто там говорит, а вот там грех совершаете, то, что участвуют там войны в войне, это никогда в христианстве так не мыслилось. И собственно говоря, вот можно достаточно почитать и первую книгу Маковинского, хотя можно почитать и многие другие книги, в которых описывается, как израильтяне вели войны с окрестными народами по прямому повелению Бога. Далее говорится, и обходил вокруг Матафия и друзья его, и разрушали жертвенники, и небоязненно обрезали необрезанных детей, сколько находили в пределах израильских. И преследовали сынов гордыни, и дело успешно шло в руках их. Так защищали они закон от руки язычников и от руки царей, и не дали восторжествовать грешнику. Опять-таки вопиющие удары по современной светской идеологии, то есть они нетолерантно разрушали культовые сооружения других религий. Кроме того, значит, вот они говорят, что необрезанных детей обрезывали, то есть не уважали право ребенка на самоопределение, не говорили, вот они вырастут, сами решат обрезываться или не обрезываться. и интересно, что их противники называются сынами гордыни. Собственно говоря, и все те, кто сегодня продвигает все то же самое в народе, и сегодня все те, кто возмущается и не принимает то, что делали тогда маковии, кто не принимает вот эту бескомпромиссную позицию по неприятию всего того, что отвращает человека от Бога, они тоже являются сынами гордыни. И далее говорится, так защищали они закон от руки язычников и от руки царей, и не дали восторжествовать грешнику. Приблизились дни смерти Матафии, и он сказал сыновьям своим, ныне усилилась гордость и испытание, ныне время переворота и гнев ярости. Итак, дети, возревнуйте о законе и отдайте жизнь вашу за завет отцов наших. Вспомните о делах отцов наших, которые они совершили во времена своей, и вы приобретете великую славу и вечное имя. Авраам, не в искушении ли найден был верным, и это вменилось ему в праведность. Иосиф в стесненном положении своем сохранил заповедь и сделался господином Египта. Финиес, отец наш, за то, что возревновал ревностью, получил завет вечного священства. Иисус за исполнение слова сделался судьей над Израилем. Халев за свидетельство перед собранием получил в наследие землю. Давид за свое милосердие наследовал престол царства навеки. Илья за великую ревность по законе взят даже на небо. Анания, Азария, Месаил верою спаслись от пламени. Даниил за свою невинность избавлен от челюсти львов. Итак, припоминайте от рода в род, что все надеющиеся на него не изнемогут. Не убойтесь слов мужа грешного, ибо слава его обратится в навоз и в червей. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой и замысел его погиб. Но вы, дети мои, крепитесь и мужественно стоите в законе, ибо через него вы прославитесь. Вот, Симон, брат ваш, знаю, что он муж совета. Слушайтесь его во все дни, он будет вам вместо отца. Муж совета это значит тот, кто советуется с другими, прежде чем принимать решения, и поэтому именно его он и ставит над всеми. Это признак осмотрительности и мудрости. А Иуда Маковей крепкий силой от юности своей, да будет у вас начальником войска и будет вести войну с народами. Итак, соберите к себе всех исполнителей закона и отмущайте за обиды народа вашего. Воздайте воздая язычникам и будьте внимательны к повелениям закона. И благословил их и приложился к отцам своим. То есть умер. Умер же он на 146 году и сыновья его похоронили его в гробе отцов своих в Мадине и весь Израиль оплакивал его горьким плачем. В 146 году это не значит, что он дожил до 146 лет. Это датировка, здесь уже не первый раз мы видим эти даты, это даты по македонскому исчислению селефтидской эры. Но коротко говоря, это все происходит во втором веке до Рождества Христова по нашему исчислению. Блажен Августин обращает внимание на это выражение про Матафио. Он приложился к отцам своим и говорит, что это в Священном Писании употреблялось о праведниках. Надежды на рай у древних людей не было. Но была надежда оказаться там же, где оказались праведники из твоего народа, именно они понимались под отцами. То есть на лоне Авраамовом, который уже упоминается в Евангелии. И вот мы переходим к третьей главе. Казалось бы, лидер восстания умер, но само восстание отнюдь не прекратилось. И восстал вместо него Иуда, называемый Маковей, сын его. И помогали ему все братья его и все, которые были привержены к отцу его и вели войну Израиля с радостью. Он распространил славу народа своего, он облекался броней, как исполин, опоясывался воинскими доспехами своими и вел войну, защищая ополчение мечом. Он уподоблялся льву в делах своих и был как скимен рыкающий на добычу. Он преследовал беззаконных, отыскивая их и возмущающих народ его сжигал. И смирились беззаконные из страха перед ним, и все делатели беззакония смутились перед ним, и благоуспешно было спасение рукой его. Он огорчил многих царей и возвеселил Иакова делами своими, и память его до века в благословении. Как говорит святитель Филарет Московский, Бог восхотел и подвигнутый и священную ревностью, одушевленный примером и наставлением Отца восстает Маковей. С горстью истинных сынов Израилевых рассеивает многочисленные ополчения гонителей веры, очищает Святой Град, обновляет благолепие храма, приобретает народу иудейского могущественных союзников и соделывается бессмертным поспешником спасения Божия. А почему Господь восхотел, чтобы это произошло Маковей, Иуда Маковей, служит орудием исполнения замысла Божия об очищении народа иудейского. Если прежде, до прихода Новохадоносора, подавляющее большинство народа уклонилось во зло, а лишь меньшая часть оставалась верной Богу, и Господь наказал всех пленом, то сейчас все-таки значительная часть народа уже сохраняла верность. лишь уже меньшая часть собственно говоря пошла по пути греха. И вот через гонение Господь проявляет кто из них кто. Потому что пока не было гонения, собственно говоря, все выглядели одинаково. Когда же началось гонение, тогда стало ясно кто каков. И когда уже стало ясно посредством Иуды Маковея Господь делает так, что именно верная часть народа, она определяет дальнейший путь этого народа. И народ через все эти обстоятельства и через гонение, и через восстание, через эту иудейскую войну Маковеев он очищается. Далее читаем. Прошел по городам Иудеи и истребил в ней нечестивых и отпратил гнев от Израиля и сделался именитым до последних пределов земли и собрал погибавших. Тогда Аполлоний собрал язычников из Самарии многочисленное войско, чтобы воевать против Израиля. Иуда узнал о том и вышел к нему навстречу и поразил и убил его и много палопораженных, а остальные убежали. И взял Иуда добычу их и взял меч Аполлония и сражался им во все дни. И услышал Сирон военачальник Сирии, что Иуда собрал вокруг себя людей и сонму верных, выступающих с ним на войну и сказал сделай себе имя и прославлюсь в царстве и сражусь с Иудою и с теми, которые вместе с ним и которые презирают слово царского. И решился он идти и пошло с ним сильное полчища нечестивых помогать ему и сделать отмещение на сынах Израиля. Вообще не случайно здесь указывается мотивация вражеского военачальника, то есть он был движим к тщеславию, а противостояли ему люди, которые были движимы желанием послужить Богу, угодить Богу и защитить свое право верить и жить согласно своей вере. И решился он идти и пошло с ним сильное полчища. Когда они приблизились к возвышенности Феварона, Иуда вышел к ним навстречу с очень немногими, которые, когда увидели идущее навстречу его войско, сказали Иуде, как можем мы в таком малом числе сражаться против такого сильного множества? Мы же совсем ослабели, еще не евши ныне. Но Иуда сказал им, легко и многим попасть в руки или спасти или немногими? Ибо не от множества войска бывают победы на войне, но с неба приходит сила. Через это показывается то убеждение, которое имел Иуда, то, что он побеждает не благодаря своей личной смекалке или телесной крепости или опыту военному, не благодаря тому, скольких он людей имеет и каково их качество, но именно, что он является орудием в руках Божиих. Святитель Филарет Московский комментирует и говорит, что мужество воинствующего идти бестрепетно против врага, не терять присутствие духа при виде опасности, не колебаться в исполнении повелений вождя и тогда, когда они кажутся очень трудными к исполнению, идти, когда нужно и в малом числе против многих, с мыслью Маковея, что нет разницы перед Богом Небесных, как он спасает, спасает ли он других многими или малыми воинами, взирать на смерть за веру царя и отечества, как на венец жизни. Святой Анзлатоуст говорил, что так как некоторые из предлежавших к их ополчению в виде многочисленности и стройности антиохового войска и то, как оно побеждало и овладевало всем при первом набеге и представляя собственную слабость и малочисленность впали в малодушие и изнеможение, то Иуда руководствовался предсказанием пророка Давида из 43-го Псалма, что не мечом своим приобрели землю и не мышца их спасла их, но десница твоя и мышца твоя и светлое лицо твое, ибо ты благоволил к ним. И по мысли святителя, именно для того, чтобы укрепить маковеев в их борьбе, пророк и сказал эти слова в этом Псалме задолго до того, как эти события произошли. Этим он воодушевляет тех, которые имели слабое расположение к подвигам и надеялись достигнуть победы человеческими средствами. И так вся эта молитва есть ободрение воинам, внушающее возложить все на Бога и искать победы в надежде на него. Далее читаем. Они идут против нас во множестве надменностей и нечестий, чтобы истребить нас и жен наших и детей наших, чтобы ограбить нас, а мы сражаемся за души наши и за законы наши. Он тоже говорит, что именно то, что намерения, с которыми мы участвуем в войне, являются столь разными, правда не на их стороне. Если смотреть в телесном отношении их больше и они сильнее, чем нас, а мы меньше, нас меньше и слабее, но их мотивы, они слабее, а наши мотивы сильнее. И это действительно имеет значение, потому что за то, чтобы, вот как он говорит, мы сражаемся за души наши и за законы наши, это гораздо больше мотивация для того, чтобы пожертвовать собою, чем мотивация просто пограбить, которая была в том войске. А жертвовать свою жизнью ради возможности пограбить, этого никто особенно не будет делать. Поэтому не только в этом случае, но и во многих других случаях бывали примеры, когда от небольшого количества бежало огромное войско, не имевшее в утрене мотивации, должной и достойной и решимости пожертвовать собою. И он продолжает Иуда Маковей слова свои, что Бог сам сокрушит их пред лицом нашим, вы же не страшитесь их. Перестав говорить, он внезапно бросился на них и поражен был Сирон и войско его пред ними. То есть Иуда здесь поступает принципиально вопреки тому, как должен поступать военачальник. Поговорить, посоветоваться с офицерами, продумать тактику и так далее. Нет, он сразу сказал, что был с нами, сразу побежал и сразу победил. И они преследовали его по спуску Феварона до самой равнины и пало из них до 800 мужей. Прочие же убежали в землю филистинскую. И начал страх перед Иудой и братьями и боязнь нападать на всех окрестных язычников. Дошло и до царя имя его и все народы рассказывали о битвах Иуды. Когда же услышал эти речи царь Антиох, кто воспылал гневом и послав собрал все силы царства своего весьма сильное ополчение и открыл казнохранилище свое и выдал войскам своим годовое жалование и приказал им быть готовыми на всякую надобность. Но увидел, что истощилось серебро в казнохранилище, а под эти страны скудны по причине волнения и разорения, которые он произвел в земле той, уничтожая законы, не были готовы к глобалистским этим проектам. И даже помимо того, что иудеи восстали, в принципе, вот эта попытка нарушить в народах те обычаи, которые у них имелись, она привела к ослаблению этого первого или одного из первых глобализаторов экономическому ослаблению. И начал он опасаться, что у него не достанет разве только на раз или на два на издержки и подарки, которые прежде раздавал щедрую рукою и превзошел в том прежних царей. Сильно озабоченный в душе своей, он решился идти в Персию и взять подати со стран и собрать побольше серебра. А дела царские от реки Ефрата до пределов Египта предоставил Лисию, человеку знаменитому, происходившему от рода царского, также и воспитание сына своего Антиоха до его возвращения. И передал ему половину войск и слонов, дав ему приказание о всем, чего хотел, и о жителях Иудея и Иерусалима, чтобы он послал против них войска сокрушить и уничтожить могущество Израиля и остаток Иерусалима и истребить память их от места того и поселить во всех пределах их сынов иноплеменных и разделить по жребию землю их. Царь же взял остальную половину войска и отправился из Антиохии престольного города своего. Ну да, вот, собственно говоря, Антиохийская церковь, которая названа по городу Антиохии, а город Антиохии назван по имени того самого Антиоха. Ну, это вопрос о том, что сами по себе имена, они не носят никакой скверны или какой там энергии, допустим. Точно так же, как имя Иуда, допустим, было у предателя, было у другого апостола, было у разных праведников, ветхозаветных, и у патриарха, и у этого, Иуда, великого вождя. Вот, то есть, сами по себе имена, скажем так, бояться их не нужно. Вот, и в 147 году, перейдя реку Ефрат, прошел верхние страны. Лисий избрал Птолемея, сына Доременова, и Никанора, и Горгия, мужей сильных из друзей царя, и послал с ними 40 тысяч мужей и 7 тысяч всадников, чтобы идти в землю иудейскую и разорить ее по слову царя. Они отправились со всем войском своим и придя, расположились на равнине блеск Ямаума. Купцы этой страны услышали имя их и, взяв весьма много серебра и золота и слуг, пришли в стан покупать сынов Израиля в рабы. К ним присоединилось и войско Сирии и земли иноприеменных. Увидел Иуда и братья его, что умножились бедствия и войска расположились станом в пределах их. Узнали и о повелении царя, который он приказал исполнить над народом к погублению и истреблению его. И говорили каждой ближнему своему «Восставим низверженный народ наш и сразимся за народ наш и за святыню». И собрался сон, чтобы быть готовыми к войне и помолиться и спросить милости и сожаления. Сатуран Златоуст говорит, что «Отправляясь на войну, они не прибегали к шуткам и не пели песен, как делают некоторые, и не имели при себе игроков на музыкальных инструментах, как бывает при других войсках, но молили Всевышнего Бога быть и саратовать с ними и простирать им руку помощи, Бога, за Которого и вели они войну, во славу Которого и подвязались. Посмотрим же, что говорит это воинство, ограждаемое духовным заступлением, намереваясь идти против врагов». И вот сказано, что «Иерусалим был необитаем к пустыне, не было ни входящего в него, ни выходящего из него, из природных жителей его. Святилище было попрано, и сыновья инородных были в крепости его. Он стал жилищем язычников и отнято веселье у Иакова, и неслышно стало свирели и цитры». И так они собрались и пошли в массиву напротив Иерусалима, ибо место молитвы у израильтян было прежде в массиве, поскольку они не решались входить в Иерусалим. Они молились напротив Иерусалима. «И постились в этот день и возложили на себя вретящее пепел на головы свои и разодрали одежды свои, раскрыли книгу закона из тех, которые язычники отыскивали, чтобы сделать на них изображение своих идолов, и принесли священнические облачения и первородных, и десятины, и созвали назареев, исполнивших дни свои, и громко возопили к небу. Что нам делать с ними и куда отвезти их? Святилище твое попрано и осквернено, и священники твои в скорби и уничижении. И вот собрались против нас язычники, чтобы истребить нас. Ты знаешь, что умышляют они против нас. Как можем мы устоять предлицом их, если ты не поможешь нам? И выструбили трубами и воскликнули громким голосом. После сего Иуда поставил вождей для народа, тысячи начальников, сто начальников, пятидесяти начальников и десяти начальников. И сказали тем, которые строили дома, обручились с женами, насадили виноградники и людям боязливым, чтобы каждый из них по закону возвратился в дом свой. То есть, что они не будут участвовать в войне. Тогда двинулось ополчение и расположилось станом на юге от Ямаума. И сказал Иуда, опояжьтесь и будьте мужественны и готовы к утру сразиться с этими язычниками, которые собрались против нас, чтобы погубить нас и святыню нашу. Ибо лучше нам умереть в сражении, нежели видеть бедствия нашего народа и святыни. А какая будет воля на небе, тогда сотворит Бог. Очень здесь тоже в немногих словах показано настроение Иуды и его смирение. Он не обещает им, что они точно победят. Но он говорит, что мы должны быть готовы умереть ради нашей веры и возможности жить по вере. И мы будем со своей стороны сделать все возможное для победы. А победим мы или нет, это уже как Господь судит. Это очень такое смиренное. Его состояние тоже очень хорошо характеризует его как человека духовного. То есть, он был не просто воином, понимал многие вещи, которые и не все современные христиане держат в умении и все ими руководствуются.